Слово Божье И как сейчас уже говорили, вновь хочу затронуть эти моменты. Знаете, недавно были в гостях и играли в одну игру. Знаете, сейчас такие есть игры, ну карточки с вопросами. И вот мне досталась карточка с вопросом и в этом вопросе, ну звучал он так. Если бы в вашей жизни выпала возможность что-то исправить в вашей жизни, есть у вас такие моменты или нет? Я, может быть, не совсем дословно передал, но смысл такой, что-то исправить в твоем прошлом. Сначала я задумался, а потом так твердо и уверенно сказал, говорю, да нет, все, что в моей жизни было, оно нужное. И нужно было пройти через эти вещи, если какие-то моменты. В жизни было очень, особенно в той жизни было очень много плохого. Но, тем не менее, я принял решение, что, ну неправильных вещей нет. Хочу сегодня вам задать тот же самый вопрос, позже я к нему вернусь. Задумайся и ответь сейчас в своем сердце. Есть ли в твоей жизни такие вещи, которые бы ты хотел вернуться и изменить? Вопрос для самого тебя, и дальше мы к этому сейчас придем. Буквально прошло, тогда я сказал твердое нет, но прошло несколько месяцев, и Бог мне показал, насколько я самоуверен, наверное, что ли, заявил. Но попрошу вывести на экран один стих, и над ним мы сегодня будем размышлять. Это книга Экклесиаста, 9 глава, 12 стих. Экклесиаст, 9 глава, 12 стих. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Знаете, бедственное время, которое приходит неожиданно. И сейчас тетя Таня говорила примерно о тех же самых вещах, когда мы не ждем, не гадаем. И хочу немножко, так я не знаю, наверное, это будет полусвидетельство, полупокаяние, тем не менее, будет, я думаю, назидательного характера. В моей жизни, два месяца назад, очень сильно заболела спина. Я даже не понимаю, от чего прихватило, я редко как бы чем-то болею, но тут вот сильно прихватило. Но тем не менее, мне хватило сил, я думал, полечить, поехал в баню, в бане попарился, вроде бы более-менее, но болит. Приехал домой, лег спать, и когда ложусь спать, я отключаю телефон, ну, звук на нем. И приехала чуть позднее, жена моя будет и говорит, там тебе звонят, срочно позвони. Я звоню туда и узнаю, это звонила подружка моей родной сестры, звонит и говорит, слушай, твоей сестре очень плохо, мы вызываем скорую, ты приедешь. Она как бы живет, ну, не совсем рядом, то есть это другой, ну, край города. И знаете, в тот момент я не предал как-то вот, ну, особой важности, что ли. Вот как раз был испытан вот этим бедственным временем, которое неожиданно пришло. Я не ожидал, что это какие-то серьезные вещи. Я сам как бы к болезням отношусь так, что в больницу меня чуть ли не силком нужно отправлять. И я посчитал это не совсем важным. Я позвонил с подружкой, с этой связался, она говорит, слушай, Лене плохо. И знаете, сейчас, конечно же, я кусаю локти. Мою сестру привезли они в больницу, я не поехал, я не придал этому серьезного, как сказать, значения. И она вечером впала в кому, через два дня умерла. Всю жизнь я, ну, не всю жизнь, а вот сейчас жить в Господе, я считал, что я священник, что я служу. И я был так немножко самоуверен на себе, потому что вроде кажется, знаете, мы так смотрим на какие-то аспекты своей жизни, и вот так видимые части говорим, ну, вот здесь правильно, вот здесь я верно поступаю. А самый важный момент для моей сестры, то есть тот момент, когда я ей мог рассказать нормально о покаянии и довести ее, то есть подвести к Иисусу, я упустил. Упустил, и это никак нельзя вернуть, никак-то исправить, то есть. И, конечно же, я в сердце своем таю эту надежду, что она знала, мы с ней иногда, когда я приезжал к ней домой, она просила, молилась. Но, тем не менее, вот этот момент, когда я должен был довести до Иисуса ее, я его упустил. Просто. И сейчас ссылаться на то, что болела спина, знаете, если бы я знал, я даже в инвалидном кресле бы поехал. Но тогда я упустил. Мне показалось, что я сделал выводы. Бог очень сильно меня обличил за это. Обличил, у меня было такое непрощение к себе. Потом я нашел кое-какие стихи, я позже их прочитаю или просто озвучу. Я немножко успокоился, принял решение, что я буду теперь всегда на страже. Я буду, Господи, я всегда... Время не замедлило себя ждать. И буквально неделю назад, в прошлое воскресенье, мне звонит мой друг. Лена вот у нас, сестричка, рассказывала, то есть стояла с картонкой, к ней подошел парень. Здоровый парень, то есть ничто не предвещало такого. Подошел, Бог его побуждал. Вы знаете, Бог со своей стороны сделал все. Так часто бывает в наших жизнях. Бог сделал все, и остается нам как-то участвовать. И этот парень подошел к ней, заговорили о Иисусе. Выяснилось, что мы знакомы. То есть он ей говорит, а знаешь, такого вот я его знаю. Там еще кое-кого с нашей церкви назвал. Она, да. И она побудила в его сердце желание. Он вечером в воскресенье, вот неделю назад, звонит мне. Радостный, говорит, братишка, я соскучился так. Хочу увидеться, давай увидимся. Она болела. Знаете, я так как-то не придал особого значения. Думаю, здоровый парень, что с ним будет? Как бы даже в мыслях себе не напустил. И я ему говорю, ну давай через неделю, в следующее воскресенье, вот сегодня это должно быть, ты придешь в собрание. После собрания мы пойдем в гости. Знаете, такая мысль у нас, что человека нужно привезти в церковь. Большое заблуждение оказалось. Человека нужно привезти ко Христу. Ко Христу. И мы очень часто... Нет, конечно, с одной стороны, я мыслю, как бы, как мне казалось правильно, что нужно вот, так это сказать, практично, чтобы он увидел, порадовался, как-то что-то пережил. Ну просто в понедельник, то есть это разговор был в воскресенье, в понедельник Стас умер. Я не знаю, что за причина, там здоровый, вот прям, ну здоровый такой спортсмен, то есть, ну, что произошло, я не знаю. В четверг я уже был у него на похоронах, и, вы знаете, у меня аж сосет под ложечкой за то, что в те моменты, когда я действительно нужен, я по каким-то причинам нахожу отговорки или оправдания в своей жизни. К чему все это, знаете, мы очень часто говорим, что и слышу такие вещи, что на чужом опыте богословие не строится. Но как сейчас говорила тетя Таня, о чем мы говорили сейчас? Вы знаете, в жизни каждого из нас есть определенные моменты, есть определенные люди, кого Бог нам дает. Так же, как и его. Бог сделал все, нужно было только мне, ну, встретиться и рассказать ему, дать возможность, как бы, рассказать само покаяние, все моменты, то есть, ну, ну, я упустил. В твоей жизни сегодня есть, может быть, дети, которые еще, ну, не до конца понимают каких-то вещей. Может быть, есть какие-то неразвязанные моменты непрощения кому-то, обиды, то есть, те вещи, с которыми мы в Царство Небесное не войдем. Есть твои родные и близкие, знакомые, кто не знают Господа. И те моменты, когда их сердце открыто, да не упускайте никогда. Я и себе сказал. И принял решение такое, что, Господи, я теперь буду отзывчив на эти вещи. Если есть возможность, я, конечно же, теперь поеду и буду действовать. И вот сейчас, интересно, буквально собрание начинается, а мне приходит СМС-ка, и тоже из прошлой жизни парень говорит, давай встретимся сегодня, вот, ну, очень надо увидеться. Я не знаю, о чем пойдет разговор, но больше я уже подобных вещей делать не буду. Я хочу сказать тебе, дорогой брат, сестра, друг, если ты смотришь сегодня, может быть, ты еще не покаялся, да не упускайте этих возможностей. Мы не знаем, когда наша жизнь остановится. Мы не знаем, когда остановится жизнь тех, кто наши рядом. Мы вообще не знаем. И когда Бог дает эти возможности, их нельзя упускать. Мы призваны к тому, чтобы служить. Знаете, нашел в себе не то, что оправдание, но Бог как-то проговорил. Есть одна история, она в Евангелии от Иоанна написана. И когда Петр сделал свою ошибку, скажем так, когда отрекся от Христа, у него были точно такие же переживания. Трижды отрекся. И были те же переживания. Но знаете, Бог не пытается нас загнать, простите за выражение, в долги или в какие-то проблемы, что с кулаком. Да нет, Он пытается тебя выправить и направить верным путем. Если ты слышишь сегодня, это слово к тебе конкретно. Просто еще раз возвращаюсь к тому моменту. Есть ли в твоей жизни что-то такое, что хотел бы ты исправить? Может быть, есть в твоей жизни те вещи, кто-то вот с близких твоих и знакомых, кто-то нуждается, кто-то, может быть, уже на одре лежит и готов представиться перед Богом. Но немедли иди расскажи. В первую очередь говорю к тебе, развяжи свои узлы. И Бог, и Иисус в тот момент Петру говорит, любишь ли ты меня больше других? И та самоуверенность, которую Петр также заявлял, она пропала. Он говорит, да, Господи, ты знаешь. Так же и я сегодня говорю, да, Господи, ты знаешь. Самое главное, знаете, в чем? Мы постоянно ставим себе такие цели и говорим, вот если бы что-то большое, если бы мне вот там, я готов. Писание не зря говорит, что ты должен быть верный в малом. Что это означает? Да вот то малое, что Бог тебе сейчас дает, ты уже должен делать. Верный в малом как раз и дальше поставится. Недавно ребята мне задавали вопросы, я как бы так искал долгое объяснение. Ребята, я вам сейчас отвечу. Мне задавали вопрос, что значит припоясаны чресла. Это вот именно это и означает, чтобы чресла ваши были припоясаны. Это вечная готовность, всегда готов. Знаете, помните, савдеповское детство, будь готов, всегда готов. Вот то же самое только в христианстве. Чресла припоясаны, всегда готовы сделать добрые вещи, верное дело. То, к чему Бог призывает. Закончу опять тем же самым стихом. Экклесиаст, 9 глава, 12 стих. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Будьте благословены, дорогие, бодрствуйте. Да будут чресла наши всех всегда припоясаны.